Здравствуйте! Здравствуйте! Я Старый Сверчок. Хочу поговорить с вами о музыке. Музыка обладает невероятной силой, вы это знаете. И представить свою жизнь без музыки, ну просто нельзя. Музыка звучит везде. И даже, даже, даже в тишине. Ибо тишина. Та же музыка. Музыка нужна разная. И, наверное, в этом заключается ее сила. Но, конечно, истинная музыка, истинной музыкой, глубоким музыкальным искусством является именно классическая музыка. Это я хочу вам особо подчеркнуть. Чайковский, Гайден, Глинка, Бетховен, Рахманов, Шестакович. Музыка Моцарта. Она необыкновенна. Она может быть созерцательной. Но картинки она рисует не поверхностные, а целые драматические истории. И, может быть, даже сказки. Как-то совсем недавно я был в концерте. Исполняли Моцарта. Я слушал музыку и вдруг представил себе старый Зайцбург, родину композитора. В полночь по тихим улочкам бредет ночная стража. Звон ее бутафорского оружия пугает запоздалых гуляк. Всплеснув руками, они точно мотыльки. Тычутся носом в освещенные окна. В темных садах пахнет ночными фиалками. Долго не покидала моего воображения эта старинная картина. Временами даже казалось, что я слышу этот фиалковый запах. Музыка. Да, музыка. Наверное, когда-то, выпорхнув из третчатых окон, Она заблудилась в вечернем саду. Да так и осталась там. А теперь, спустя столетия, пришла, пришла к нам, Возвратив память о том, что давным-давно ушло, отцвело. А может, не ушло, не отцвело, Может, по-прежнему живет тот старый Зайцбург, И в нем маленький мальчик по имени Вольфганг Амадей Моцарт. Кто знает. Музыка. Музыка. Я слушаю старинную музыку, И как наяву предстает перед моими глазами И маленький старый дом, И сама Эстра, Веселый мальчик с тоненькой шейкой, В серебряном паричке, Похожий на вербную веточку. Прекрасное видение. Я расскажу вам, мои зрители, о жизни маленького Моцарта. И если кто-нибудь из вас скажет, что в моих рассказах много неправды, Что ж... А музыка Моцарта разве не сказочное чудо? Действительно чудо. Поэтому слушайте о чудесах. Слушайте чудесную музыку. А музыка Моцарта разве не сказочное чудо. А музыка Моцарта разве не сказочное чудо. В те дни Зайцбург был столицей маленького церковного княжества. На карте тогдашней Европы оно выглядело крохотным, Не более ноготка. Но ведь его измеряли лишь в ширину и длину. А стоило поднять свой взор выше, И вы немало удивились бы, Здесь, в Зайцбурге, начинали свое шествие, Величественное шествие, горы Альпы, Одни из самых красивых гор Европы. Каждое утро солнце, словно сиятельный маршал, Обходило стройные ряды И поправляло золотой рукой их белоснежные шапки, То есть снег на горах. А кроме того, У солнца имелось еще очень много других дел. Заглянуть в каждую улицу, В каждый сад и в каждый дом. И главное, вовремя улыбнуться Здешнему владельцу, архиепископу, Чтобы в княжестве все шло тихо и спокойно. Ведь тогда любой Зайцбуржец Обязан был ходить в церковь, А церкви тут были на каждом, на каждом шагу. И все-таки не церквами, не архиепископом, И даже не высоким небом славился старинный городок. В самой Австрии о нем говорили так. Да разве-то город! Это настоящая музыкальная шкатулка! И в самом деле, как это не сказочно, Но в этом славном Зайцбурге Каждый второй житель умел плясать, Каждый третий пел, А каждый четвертый обязательно играл на музыкальном инструменте. И как пели, как играли Зайцбуржцы, Даже строгие церковные кресты, И те, казалось, начинались приплясывать. И вот в один из таких танцующих дней Родился Вольфганг Амадей Моцарт. Судьба, лениво листающаяся страницы Зайцбургской жизни, Вдруг остановилась и сказав, Ах, нежно коснулась рукой колыбели новорожденного. Знаменитый музыкальный городок Будет иметь своего знаменитого композитора. Правда, в тот день никто из Зайцбуржцев И не подозревал еще об этом. По-прежнему они пели, плясали, играли. И лишь один отец новорожденного, Скрипач Леопольд Моцарт, Счастливо вздохнув, задумался, А кем будет мой мальчик? Станет ли он переплетчиком, Как все Моцарты? Или, подобно мне, Станет музыкантом? Кто знает? Ну, а пока все здесь прибивают В счастливой неизвестности, Мы перейдем к воспоминаниям. Хочется сказать еще наперед, Что, конечно, Маленький Моцарт стал музыкантом. И мы даже знаем сейчас Тот счастливый день и час, Когда это произошло. Среди многих записей Леопольда Моцарта, То есть папы, Есть такие волшебные строчки. Этот минуэт и трио Вольф Генгель Выучил 20 января 1761 года В половине десятого вечера В возрасте четырех лет. Моцарт Старший, кроме того, Был руководителем церковного хора И еще и композитором При дворе архиепископа Зайцбургского. А Старшая сестра Моцарта, Марианна, Которую в семье звали Наннерль, Также овладела игрой на клавесине. Для Амадея, Хочется сказать, Имя Амадей означает Любимый Богом. Сам же композитор, Надо сказать, Предпочитал имя Вольф Генгель. Так отчего же маленький Моцарт стал так рано музыцировать? Только ли потому, что у него был такой знаменитый папа и сестренка талантливая? Может, здесь есть какая-то сказочная тайна? Хочу вам рассказать о сказочной тайне маленького Моцарта. Как вы понимаете, было это давно-давно. И это мои воспоминания, Мои воспоминания, Воспоминания о моем детстве, Когда я тоже был маленьким сверчком. Я вам расскажу о тайне маленького Моцарта. В тот вечерний час В доме Моцартов было тихо. Закутавшись в папин суртук, Вольф Генгель дремал в кресле. И вдруг, что бы это могло быть? Такой долгий и странный звук. Наверное, это луч. Стукнул в окно. Подумал Вольф Генгель. Он встал, чтобы посмотреть. И тут в окно он увидел меня. Меня, совсем маленького еще. Маленького запечного сверчка С волшебной скрипочкой. Закинув на плечо полу плаща, Сверчок отвесил мальчику низкий поклон. Добрый вечер, маленький сударь. Добрый вечер. Сверчок, легко взмахнув крыльями, Влетел в комнату. Запечный сверчок поднял свою волшебную скрипочку, Скинул смычок и заиграл. Субтитры создавал DimaTorzok Сверчок играл так прекрасно, Моцарт взял его за руку, Повел в другую комнату и воскликнул. Это прелесть. Никто в Зальцбурге не играет так красиво. Вот если бы мне стать таким музыкантом. А что же вам мешает, маленький сударь? По-моему, у вас есть и слух, и сердце. Но я еще маленький. Стыдитесь, я еще меньше вас. Мне всего годик, а вам целых четыре. Давно уже пора стать настоящим маэстрином. Вы правы. Но эти ноты, ах, эти ноты, я всегда их забываю. И здесь говорящий сверчок улыбнулся и сказал. Я и пришел. Сейчас я сыграю вам одну волшебную мелодию. Запомните ее. Тогда вы будете помнить все остальные. Слушайте. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Сказал маленький сверчок и удалился. Как известно, взрослый Моцарт потом не раз вспоминал с благодарностью своего сверчка. Однако почтенные современники его решили не писать об этом. Да ведь и в самом деле кто, кроме детей и чудаков, поверит в маленького запечного музыканта и его волшебную скрипочку? Однажды в году, как раз в тот день и час, о котором писал Леопольд Моцарт, Вспоминая первый минуэт, разученный сыном, в Австрии вновь звучит удивительная музыка. Это в честь маленького Моцарта играют зайцбургские сверчки и, слушая их, танцует за окном вечерний снег. Танцующий снег Теперь он был не в маленьком Зайцбурге, а в большой прекрасной Вене, столице Австрии. Ослепительно блистали старинные венские фонари, и в праздничном ореоле их блеска весело кружились робкие снежинки. Впрочем, так было в конце путешествия. А в начале, в самом начале, Моцарты очень волновались. Причем, многие зайцбуржцы уже восторгались игрой мальчика. И все-таки здесь, в Вене, все внушало опасения. Было столько всяких «но». Но что скажет император? Но что скажет императрица? Но что скажут придворные? И главное, как отнесутся к Вольфгангу столичные музыканты? Однако, все сомнения оказались напрасными. Маленький музыкант сразу покорил венскую публику. Вольфгант играл бесподобно. И, наверное, поэтому, когда кончилась музыка, так долго длилось молчание. Эхо звуков умирало в каждом сердце. И каждый, прислушиваясь к себе, ловил их последнее дыхание. Ну вот, зал ожил, затрепетал, словно огромная бабочка. Взлетели вверх кружевные манжеты. Все говорили, вздыхали и повторяли без конца. Прелестно, прелестно. Так было вечером. А утром, утром произошло еще одно удивительное событие. Едва маленький Моцарк проснулся, едва открыл глаза, как вдруг распахнулась дверь, и на пороге появился чопорный императорский лагерь. Торжественно поклонившись, он сказал, «За вашу прекрасную музыку ее императорское величество жалует вам шпагу и платье принца». Ах, какое прекрасное пробуждение! Словно кружится, сверкают бесчисленные зеркала, и в каждом, в каждом отражается серебряная шпага. Нет, маленький Моцарт не может, даже не смеет этому поверить, но старший Моцарт рассеивает все сомнения. «Это все правда, правда, Вольганг! Исполнилась мечта наша! Сегодня ты уже не какой-то неизвестный музыкант, а ныне ты маленький принц австрийской музыки! Поздравляю тебя, мой мальчик!» Ну, вот и все. В тот день отъезда Моцартов, будто празднуя его блистательный успех, ярко сияли старинные уличные фонари, а вокруг кружился и кружился пушистый радостный снег. Смеясь, Вольганг ловил его шапкой, снежинки падали и застывали на ней нежными прозрачными цветами. Однажды такой белый цветок я нашел в одной старой-старой книге. Там рассказывалось о маленьком музыканте, о старинных фонарях, о танцующем снеге, о лиловом платье принца и о серебряной шпаге. А теперь, мои друзья, я поведаю об этом вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok